Рабочие пчелы В марте живут до 35 дней, в июне до 30 дней. Выведенные в период главного медосбора 28-30 дней. Выведенные в сентябре-октябре 80-100 дней. В семьях, не имеющих расплода, пчелы могут жить почти до года. Пчела работает на медосборе. От 10 до 15 дней. Остальное время она работает в улье. Каждая популяция пчел приспособилась к своей местности, проживанию. Длина хоботка тоже зависит от тех цветов и медоносов, которые произрастают в большем количестве в той местности. Про мед, который пчелы собирают с цветов, мы уделим немного внимания. Ядовитый с химикатами мед, который опасен для пчел и человека, пчелы в улье принести не могут. Если пчела набрала опасный нектар, то она не долетит до улья, так как в пути она его потребляет, а значит не может показать место, где есть опасный нектар. А вот сахарный сироп пчеловод сам ставит в улей. Если сахар с химическими добавками, гибель семьи обеспечена. Пчеловод сам таким образом убивает своих пчел. Сахарный сироп это то же самое, что и падевый мед, только полученный другим путем, иногда даже с применением с химии. Так что не будем о грустном. Каждый пчеловод выбирает свой путь пчеловождения. Теперь цветочный мед. Вот фото цветочного меда без примеси пыльцы, который откачивают из магазинов, которые заполняют среднерусские и украинские степные пчелы. Так выглядит мед, который дал садку или засахарился. Этот мед тоже чистый, без примеси впереди. Вот фото цветочного меда с примесью пыльцы, который откачивают у кавказских, карпатских и краинских пчелок. И у других пчел, если качают мед из гнездовых рамок. Он может маленько светлее. Это зависит от количества попавшей впереди при откачке. Так выглядит жидкий мед. Так выглядит мед, давший садку. Рамка корпусная или гнездовая всегда имеет наличие пирги. Только количество бывает ее разное. Вот ячейки с медом. А вот ячейки с пиргой. Так гнездовая рамка выглядит на просвет. Вот здесь вот в рамке имеется пирга. И тут также имеется пирга. Здесь мед. Здесь тоже есть пирга местами. И даже вновь отстроенная рамка имеет в себе наличие пирги. Вот эта темная часть. Это пирга. И был ранее заложен расплод. Она имеет более темную часть. Но в ней тоже имеется пирга. Дальше мы просто приведем математические расчеты. Примерного сбора меда семьями с разной яйценосностью. Итак, начнем. Берем среднюю пчелу с объемом зобика до 65 мг. Пчела делает в среднем 10 вылетов в день. Продолжительность работы на медосборе такой пчелы в среднем 12 дней. Получаем средний расчет. Из семьи, где плодовитость матки 1100 яиц за нектаром будут вылетать всего около 13500 пчел. За 12 дней они соберут 102-103 кг нектара. Это только объем набранного нектара в зобике. В улей они всего-навсего принесут 1 третью часть. Остальное съедят при полете. И оставят его на полет до места медосбора. Из оставшегося объема, где-то 1 треть съедят пчелы, в ульи и расплод. В итоге при вес за это время работы пчел составит у этой семьи где-то 23 кг нектара. Соответственно, где яйценоскость матки в 2 или в 3 раза выше. То есть собранного нектара будет принесено соответственно в 2-3 раза больше. Количество получаемого меда я переводить не буду. Если хотите, переводите сами. Не знаете как? Подскажу, если надо. Теперь о длине хоботка. Измерением длины хоботка занимались многие ученые. Хоботок рабочей пчелы равен от 5,4 мм до 7,25 мм. Хоботок южных пчел длиннее, чем у северных. В Польше удалось получить при скрещивании карники с кавказской пчелой породу пчел-гибридов. Длина хоботка у них равнялась 7,19 мм и 7,49 мм. Такие пчелы могут собирать нектар даже с красного лугового клевера, что недоступно для других пород пчел. Там где нет такого клевера, эти пчелы собирают жидкость, выделяемую растениями, но не с цветочной корзинки. Длинный хоботок им в этом мешает. Или они собирают жидкость, которую вынул дождь из цветка. Вот и причина болезни пчел с длинным хоботком. Корм они собирают с большим количеством неочищенных микроэлементов, которые могут привести к порче запасов кормов при хранении. В дальнейшем пчелы эти запасы корма будут употреблять. Вот так выглядит та жидкость с низким содержанием сахаров на растениях. К этому же пчеловоды наталкивают своих пчел, закармливая их сахаром. Они ищут подобную жидкость, но не нефтар. Также они берут и такую жидкость, и жидкость, выделяемую растениями на сломах, на скошенных покосах, также в силостных ямах. И вот эту жидкость. Вот так получается, что не весь мед, это цветочный нектар. Так ли на самом деле, давайте разберемся. Некоторые популяции пчел собирают нектар с низкой сахаристостью. Что такое низкая сахаристость, я вам уже показал. Это нектар или жидкость, в которой составляющая сахарозы и глюкозы очень низкая. В таком нектаре больше минеральных веществ. Данный мед очень похож на составляющие падевого меда. Падевый мед пчелы собирает из медвенной росы, сладких выделений тлей, червецов, листоблошек. Вот на фотографии тляк, который тоже выделяет падевый мед. Падевый мед содержит повышенное количество минеральных солей, декстринов, азотистых и других веществ. Цвет падевого меда разнообразен. От светло-янтарного, с хвойных растений, до темного, с лиственных растений. Ляскость выше, чем у цветочного. Вкус специфический, иногда неприятный. Падевый мед вреда организму человека не причиняет. Он даже полезнее, чем цветочный мед. Это благодаря имеющимся в большом количестве минеральных веществ и витаминов. Падевый мед также заготавливается, как и цветочный. Но при расфасовке на таре делает надпись падевый мед. Так, откуда же берется падевый мед, мы уже разобрались. Мы знаем, что используя обычный мед, пчелы выделяют воск. Но есть еще, как бы типа воск, прополюс. Откуда он берется? Вопрос. Принято считать, что пчелы специально приносят смолу хвойных деревьев. Ну подумайте, как пчела может набрать смолу хвойных деревьев и остаться живой. А вот, если пчела соберет жидкость с низким содержанием сахаров и с примесью смолы, вот это вот другой разговор. Пчелы, используя такой мед, выделяют прополюс. Вот так примерно выглядит жидкость, выделяемая хвойниками. Вот почему пчелы некоторых популяций мало производят прополюса. Просто им негде его собирать. Нет той растительности, с которой пчелы могли бы брать такую жидкость. Испаряясь, такая жидкость оставляет на кончиков хвоинок комочки смолы. Теперь поговорим, сколько меда всего собирают пчелы. Расход корма на летнюю деятельность средней по силе семьи в течение сезона составляет в среднем 40 кг. На жизнь и работу пчел внутри улья в среднем 50 кг за год. Считается, что 1 кг трудней за весь период в период своей жизни съедает около 20 кг мёда. Семье, в которой весной раствор занимает 6-8 рамок, ежедневно необходимо 300-400 г мёда. В это количество не входит корм, необходимый для поддержания жизни рабочей пчелы. Эти затраты в зависимости от внешних условий составляют от 800 г до 1,5 кг мёда в день. Считается, в среднем пчелинная семья съедает корма около 110 кг в год. Из них 30% пчелы расходят во время полетов, не занося его в гнездо. И 50 кг мёда и 20 кг перги расходуются в ульи. Медоносы в основном имеют неглубокие нектарники, кроме красного, розового клевера и некоторых бобовых. Пчелы, которые имеют короткий и средний длинный хоботок, хорошо берут этот нектар с таких медоносов. Приобретая пчел с длинным хоботком, надо думать о том, смогут ли пчелы вам принести цветочный нектар или будет вам носить только падевый мед. Пчеловод должен быть еще и ботаником, хорошо знать местные медоносы. При посадке медоносов на поля, где применялись ранее и применяются удобрения, данные растения могут не выделять нектар, так как все эти удобрения созданы для наращивания зеленой массы. Спросите у огородников, много ли они собирают урожая, когда растение зажирело. С появлением удобрений во многих местах сбор меда просел в два, а то и в три раза. Теперь поговорим о меде в целом. Любой мед, имея в виду качественный, не подделку, откачанный, без примеси перги, даже не дозревшим в виде, зреет мед в среднем 6 дней, никогда не забродит. А вот мед, откачанный с примеси перги, может даже дозревший забродить. Что часто наблюдают пчеловоды у себя на пасеке весной. Особенно, если пчеловоды любители закармливают по осени пчел с сахарным сиропом. Почему это происходит? Мед чистый, сам по себе консервант, антибиотик. Он не может забродить без наличия дрожжей. Перга, природные дрожжи. Но мед, сам взаимодействуя с пергой, не может забродить. Нужна третья составляющая, вода или влага. В естественных условиях пчелы сами приносят воду, чтобы разбавить мед и сделать корм для личинок. Теперь рассмотрим простой вариант. Вы купили качественный мед с примесью перги, поставили в холодное место. Если этот мед не переносить периодически в теплое место, с ним ничего не произойдет. Просто перга сильнее растворится и мед будет иметь небольшую кислинку. Но многократное перемещение тары с медом в тепло, а потом холод, потом опять в тепло, потом опять в холод. По законам физики тара будет запотевать. Происходит накопление влаги. После того, как накопится достаточное количество влаги, влага растворит мед с пергой. Начнется процесс брожения. Мой совет, чтобы избежать такого инцидента и не грешить на пчеловода, что якобы пчеловод продал вам плохой мед. Просто купленный мед с примесью перги распасуйте по таре с меньшим объемом. Покупая мед, интересуйтесь, какие пчелы его носят. В процессе разговора поинтересуйтесь, качает ли пчеловод рамки с корпуса. Выше я приводил пчел, от которых чистый мед без перги откачать проблематично из-за специфики складывания меда в улей. О фальсифицированном меде я говорить не буду. Просто скажу, покупайте мед у проверенных пчеловодов. А лучше ищите пасеку, с которой вы будете постоянно брать мед. Подписывайтесь, ставьте лайки, если мои ролики заинтересовали вас. Поехали. Спасибо. Продолжение следует...